Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Я рекомендую вам подписаться на канал Макса. Ребята, на этом канале выходят влоги из личной жизни, а также видосы по танкам онлайн. В общем-то, ребята, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, то сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, я записываю видосик по танкам онлайн. Записываю я его на сочетании таком, как Викинга, молот М3 и красочка у меня, правда, стоит нано, но резисты енота. Вот. Записывать я буду сегодня с Леопардером позорвать. Привет. И с Кириллом, поздравлюсь. Всем привет. Вот. Короче, ребята, хотел я сегодня поговорить о двух новых пушечках, которые у нас собираются вводить в танки онлайн. Вот. В последнее время что-то очень дофигища видосов вышло у разных ютуберов по этому поводу. И я решил, конечно, тоже записать, так сказать, не обходить эту тему и выяснить в итоге. Я не знаю, потому что я, ребята, никакой особой информацией-то и не владею. Ну, как бы я владею, да, информацией. Стрел там видосики по... с этой фан-встречи. Тоже мне скидывали то, что, типа, вот будут, да, две новую пушечки. Там когда-то они их ведут, короче. И одна, ребята, это будет, типа, такого улучшенного шафта. Как я понял, это, получается, просто трешак. То есть нужно будет чуваку резкнуться. Чуваку нужно будет, ну, как-то нажать на пробельчик. Да, он, типа, будет там целиться. И всё, больше, в принципе, ничегошеньки абсолютно не надо делать. Вот, единственное, что это... им нужно, походу, сделать. Вот, вы, короче, слышали что-нибудь по этому пушку? Кирилл, там, Серёга? Ага, я только в этот, за компьютер сел. Раз, две недели. Первый раз вообще что-то слышал. А ты, Кирилл, слышал, когда сидел в полных пухахтах? Но, как таково, я ничего о них не знаю. Да, это, как бы, знаете, ребята, вот, все говорят, да, все вот знают уже, типа, что будет. Но никто конкретного ничего не слышал. Так, как раз-таки, вот эта ситуация, она и имеет место быть. Потому что у тех же самых всяких ЛСП, которые снимают Батанком онлайн, все вот эти прототипы пушек, всё вот это говнецо, конечно, и это ещё всё не точно. То есть, всё ещё будет разработчики наши перерабатывать. Может, там как-то они по-другому будут выглядеть. Вот, и вторая пушка, это, получается, что-то, типа... Я не знаю, как даже это назвать. Короче, я не знаю, ребята, как обозвать вторую пушку, какой она функционал будет иметь. Вот, если, в принципе, у вас нашлись такие слова, которым можно вторую пушку обозвать, как-то обозначить, как она будет стрелять, то обязательно напишите в комментариях. Ну, а кто не знает, опять же, ребята, можете комментарии прочекать, там, посмотреть, что да как, да и почему. Так, ладно, меня тут смог разносить. Это, конечно, не есть хорошо. Вот, и я даже, ребят, не знаю, что с этим пушками делать. Но, в любом случае, конечно же, я их буду покупать. То есть, я вам буду показывать сразу же, как они выйдут. Я их куплю, соответственно, без скидончика в первый же день. И мы, конечно же, их протестим. Хотя, скорее всего, вот эти пушки выйдут уже ближе, так сказать, к каким-то скидкам. Почему-то вот мне так кажется. Может быть, кстати, они к Новому году выйдут. Потому что, как раз-таки, предыдущие пушки, это Молот и Вулкан, они вышли почти к Новому году. Ну, там, раньше, соответственно, скидок еще не было. И такие мега лютые донаты, конечно же, все эти пушки себе прикупили. Ну, в моем случае, таким чувачком как раз был я, который сразу себе прикупил Молота, как он только вышел. Без скидки, без нифига, просто я его себе прикупил. И, соответственно, с ним было нагиваться просто найс-во. То есть, это была такая, знаете, пушка-нагибушка, против которой еще, кстати, не было всяких красок, то есть резистов. И это довольно-таки найс-во. И как раз-таки, знаете, ребята, еще у меня какая мысль, почему наши, так сказать, разработчики вводят вот эти две новые пушечки. Вот, потому что у нас же вышло обновление как раз-таки с модулями. И генусы, ну, в частности, вот я до себя беру в расчет, у которых, в принципе, уже есть все практически такие топовые красочки, ну и, соответственно, модули. Вот, им уже нет особой надобности, как бы покупать, ребята, дополнительные модули, потому что у всех все есть, все это уже как-то неактуально, красочки новые покупать, модули, точнее, которые стоят по 250 тысяч. Вот, и как раз-таки с этим обновлением, ребята, ни у кого-то не будет защиты, да, нормальной в старых красках, как раз-таки от этих пушек. И я так думаю, ребята, это как раз-таки добавление вот этих новых пушек сопутствует как раз-таки обновление с модулями, потому что, ну, блин, на модули, на эти пушки придется слить довольно-таки неплохое количество кристаллов нашим как раз-таки игрокам, которые играют в Танкинлай. Нифига себе, я уходю, как, кстати, так фраг подстилил довольно-таки прикольненько. Вот, и поэтому, я так думаю, чисто пушки водятся из-за этого обновления, дабы, чтобы был донатик. Шо? Сзади. Чо сзади? Как бы уже спереди, но не важно. А, ты, а, ты тоже зашел, нифига себе. Нифига себе, ты гонишь. Ты просто гонишь, гонишь, гонишь. Вот, и поэтому, ребята, это чисто мое личное мнение, то есть я не знаю точно или нет. На разработчиков, опять же, ничего не договариваю, ничего плохого про них я не говорю, но мне кажется, эти пушки как раз-таки водят именно поэтому. Чтоб, так сказать, был у нас спрос на новые модули, я так думаю, там некоторые модули, опять же, добавят, может быть, там некоторые модули переработают, то есть там резисты поменяют, соответственно, в них. Но, может быть, еще что-нибудь прям появится найсовое. Вот мне, если честно, ребята, вот хочется, чтобы в существующие модули, которые у нас сейчас есть на генусах, то есть краски, там, тины, вот эти все красочки, вот, было бы прикольно, если бы как раз-таки разработчики добавили в эти краски, ну, минимальные, но резисты. Это было бы, я так думаю, найсово, и довольно-таки неплохо. Но, почему-то, я думаю, такого никогда в жизни не случится, потому что это, опять же, будет невыгодно. Потому что разработчики у нас вводят до новой пушки, ввели модули, блин, ну, и нерезонным будет вводить. Нихера здесь, кстати, шафтов, и один выблюдок меня, кстати, слил и подарил фраг как раз-таки первому месту, а это не есть хорошо. Так, ладно, Кирилл, ты где там стоишь? Давай разноси по полной программе вот этих чувачков, точнее, чувачка, который на первом месте. Хотя я видел, он себя тому разносит, просто охереть как круто, да? А у него викинга смок М4 фул. А-а. И он, кстати, с приваренной башней, я тебе так скажу. Да, кстати, я это тоже видел, но чувак нарит, и это залог, так сказать, успеха сейчас в танк онлайн. То есть, ребята, если вы нарите в танк онлайн, вы по-любому будете занимать такие топовые места. Это, в принципе, и так уже понятно. Но кто-то меня... Ох ты, падла какая! Харёк, значит. Кстати, это, в последнее время что-то очень много генусов, я замечаю с приваренной башней. Я не знаю, то есть честно, с чем это связано. Но их прям очень много. Серьёзно, за последнее время я встречаю в каждой битвне, ну, по 2-3 приваренных. Это по-любому. У меня, кстати, опять шафт хернул. Это не есть хорошо. Успею стилить? Нет, нет. А этого тоже не успел. Мать моя, марихуаны. Да как так-то? Ё-моё, у меня ещё был кинкофар замочил, сучок. Да? Тот смог. Я тебя просто добил, чё. От души, души. То есть ты меня ещё, это получается, это типа помог. Утопчика подсосал, да. Хе-хе-хе-хе. Ну ладно. Буду знать. Так, вот это мамонт от Винтиара. Я, по идее, сейчас третий плюх, его снесу, да. Это так и есть. Ой-ёй, Кирилл, ты на нулях, нет? Не-не, у меня половинка. А, ну всё. Ладно, так доедь. Ну я уже ничего не могу себе сделать. Нужно было так давать, чтобы я тебя добил. Кстати, блин, а почему я до ашного хорна-то не могу сланшотить с молотой М4? Это что вообще за дела такие? Причём у него от меня нет резиста. Ух ты, шафты просто нагибают. С каких это времён такое стало-то? Ну шафт, даблкил сейчас замутил. Шафт? Да. Шафт? Даблкил? 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 Это что-то новенькое. Ну ты, ребят, что-то новенькое. Кстати, первое место, он довольно-таки ракообразный. О, голд. Голд, 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 голд. Я же его остров 1. На трубе нету. Возле Г-образного домика не отчетно на маленьком мосту ещё проверим. На мосту, на мосту. Да, остров, остров, остров нету. Нет, на мосту маленького нету. Пока. В туннеле. Да, какой-то на этой... В туннеле. Что-то у нас полигончик. Около билборда. Слубборда пишу. ОК, ОК, ОК. Да, да, ой, около билборда. Ну какого хера ты меня смог и дециджечко стреляешь? Супил. Драбитель голдов. Найк. Да, чё ты, мудак, не наливает? Меня тоже, кстати, стреляет один, кто-то 10. Мне как-то смог наливает. Да, это первое место. Ой, ё-моё, я не пролетел. Пролетел точнее, что голд летит. Знаешь, кто-то взял? Кто? Мудак, которому все голды палит кто-то. А, он только вступил. Да, да, я понял, и сразу покинул голд. Ой, бил. Ну да, смотри, короче, такая тема-то, что... Это один из чуваков, которому палит ссылки на голды. А, ну я понял, он приглашает его, соответственно. Да. Да, не хюж на себе. Потому что, сколько я сижу на полигоне, да, голд, и он тут же заходит, вот тут же. Это просто раздражает. Ну да, кстати, это когда был, знаешь, вот этот топ недели, Кирилл, пока. Ну, Кирилл. Я на фулл хп бы. Да не ври. Вот они, наверное, золото тоже изи килл. Хе-хе-хе-хе-хе. Э, ну а че вы одеваете такие изю, блин, корпуса? Я своим молдом просто не могу вас проехать мимо. Потому что это просто изи килл. Я, кстати, первое место, скорее всего, уже не догоню, да. Не догоню. Ну и ладно, в принципе, ну и насрать. Вот, ну, хотя функцию я свою, в принципе, выполнил в этом видосике, в этом лестплейчике. Ой, Кирилл, ты, ты был? Я тебя тупо не заметил, сори. Да, о, да нормально, у меня было уже 0 хп, этот меня добивал. Аа. Вот в это действительно 0. Ну а тебе, ой, как молотом-то сбил рельсухи. Хе-хе-хе, просто скилл на гибушке. Скилл на гибушке, лохушка. Хойк, не добил Хойка. Хойк, значит, был у нас на нормально-таки хп, а я его тупо практически убил. Ой, это нервно золото. Ах ты, ё-моё, нифига себе, отоделал золото, не убил рельса? Интересно, дешне было или нет? Все на вайбера. Ах ты, козёл. Так, всё, да, ребят, не хотел мне буквально 3-4 киллайка до первого места. Ну, в принципе, ладно. И, в общем-то, ребятушки, если вам понравился данный видосик, данный был сплейщик, то обязательно ставьте за него лайк, подписывайтесь на канал, кто этого ещё не сделал. У нас с вами был Вайдер, Кирилл и Леопардер Серёга. Попрощайтесь. Пока. Всем пока. Вот, ребята, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok